С Великого света музыки стартовал в Бресте год культуры. Тут открылся 28-й международный фестиваль классичной музыки «Студенские музычные вечеры». Вечер 9-го студенья Брестский академичный театр драмы сустрыл над топом, ожидающих до крануцы духовно до неумеручих творов классичного мастатства. «Студенские музычные вечеры» давно стали культурным брендом областного центра. За попередние 27 фестивальных годов на сцену фестивалю выходили коллективы и выканавцы с 36 краин света. Сюлиты простолчане сустракают больше за 300 представников с 16 краин. Ну а самое главное, что международный фестиваль «Январские вечера» уже имеет огромные традиции. Они продолжаются, я уверен, и будут продолжены в дальнейшем. Понятно, что сложности они всегда были и будут, но вместе с тем я уже неоднократно обращал внимание, что на социальную сферу у нас и в этом году бюджетные средства, и в том числе в бюджете области, они не сокращены, а увеличены. И образование, и здравоохранение, и культура, они в достаточном количестве будут профинансированы. Первый фестивальный вечер подарил простолчанам и шмат шаканных сустрэч, и приемных сюрпризов. Кто-то на этой сцене у першиню, для многих, як, например, первые флейты театра «Урыма» и «Милана» Антония Амендуни, она уже стала родной. Это уже шостый фестиваль с моим уделом, и сегодня Брест – это мой другий дом. В 8-м минутном годе я пропустил фестиваль, теперь приезжаю и отзначаю для себя, что изменилось. Обновленный вокзал, комфортный театр, а сустракают с меня по раннейшим привожие, приемные люди. Все лета я житявил свою идею и привез с собой свою студентку. У другий фестивальный вечер мы будем выступать разом. Мы выкинаем фэнтазию на тему «Ригалета» – это традиционная итальянская музыка. Дарыши, обавязанный Брест с подару Антония и махчымастью почуть и еще одну новую удельницу фестивалю – молодую оперную спевачку Агнезе Пацієнте. Об этом фестивале шмат доброго я почула от Аминдунии. Вось я приехала и упевнилася. Усю, об чем я не рассказывал, усю правда. Цудовный город – чудовная публика, так что, коли меня еще раз запросить, приеду обавязково. Не первый раз на Брестском фестивале баритон с Польши Лукаш Гайдученя и грузинская владальница чудовного сопрано Кит Иван Гавашелли. Я, на удивление, очень спокойно выхожу на сцену. Когда человек выходит, он нервничает. Но тут такая аура, что мне нервничать не надо. Я выхожу и сама получу огромное удовольствие. И доставляю, я надеюсь, что я доставила всем. Не знаю, какая-то я спокойна очень, может быть, потому что очень тепло меня встретили в прошлом году. В прошлом году, конечно, я нервничала, потому что я приехала первый раз, меня никто не знал, и как меня встретили бы, я не знала. Но когда я почувствовала вот эту любовь, вот это такое радостное восприятие, сегодня я очень счастлива, потому что я вышла. И я надеюсь, что все так же рады остались. Может быть, я надеюсь, что и больше, чем в прошлом году. И я себя тоже очень счастлива чувствую, ощущаю счастье. Спасибо вам всем. Темчасом публика у «Антракте» делится своими эмоциями от сустречи. Словила себя сегодня на мысли, насколько завораживает настоящее классическое исполнение. Я в восторге. Мы рады, что так много гостей приехал на этот фестиваль. Культура, музыка, песни – значит, будет хорошее духовное развитие. Нечеканным сюрпризом первого музычного вечера стала блескучая тарантелла у выконания китайского пианиста Чао Ломена. А завершили программу колядные спевы хора с голландского побратима Бреста Кувордена. Обязательно проводить. Брест живет этим. Ну, а музыка скажет за себя. По-моему, будет очень интересное произведение звучать впервые, большие, красивые. Без музыки жить нельзя. Музыка нас очищает, музыка нас вдохновляет. И кто связан с музыкой, тот не на земле ходит, а немножечко, так чуть-чуть, на одно клюво от земли отрывается. Билеты «Амаль» распродадены. Але, як по секрету, рассказала директор фестивалю Лилия Батарова, для тех, кто поспешает, шанец трапить. На концерты еще есть. Алиса Григорчук, Александр Воронин, телерадио компания Брест.